Уважаемые друзья, и снова здравствуйте! Напоминаю, зовут меня Экрамова Оля. Я партнер малазийской компании М-Интернешнл. Очень люблю разбирать продукты компании прямо по косточкам для того, чтобы осознанно принимать самой, а также делиться с вами своими открытиями. Продолжаю сериал о FlexiMax. И сегодня на повестке дня такой ингредиент, который указан у нас в составе кукурузы, а именно экстракт кукурузы. Давайте разбираться. Ну, во-первых, если мы будем говорить о суставах, мы, конечно же, не можем обойти вниманием, что здоровье сустава поддерживается любыми БАДами, клеточным питанием, еще чем-то с упоминанием хондроитина и глюкозамина. Хондроитин пока отставим в сторону. Обратим внимание на глюкозамин. И вот, как я выяснила, оказывается, глюкозамин, какую работу осуществляет у нас в суставе? Он притягивает и удерживает влагу. За счет этого у нас сохраняется в хорошем состоянии синавиальная жидкость, да, в общем-то, и сам хрящ. И, соответственно, нам очень важно понять, что когда мы употребляем продукт для суставов, в каком виде, в какой биодоступности в нем находится этот самый глюкозамин. Тем более, если речь у нас идет о клеточном питании, а оно априори имеет качество высокой растворяемости в воде, а значит и биодоступности. И поэтому я заморочилась очень серьезно и вникла в этот вопрос. Разница, конечно же, если мы говорим о биодоступности, значительная. глюкозамин гидрохлорид имеет большую биодоступность порядка 95%, а сульфат имеет ниже 80-85% этой биодоступности. И, соответственно, разница, хотя небольшая, но при ежедневном применении продуктов для здоровья суставов она будет ощутима. Вот такое первое различие. Фактор номер 2. Это сколько действующего вещества содержится в гидрохлориде в сравнении с сульфатом. Итак, глюкозамин гидрохлорид содержит действующего вещества 88%, а сульфат только 65%. И теперь нам остается просто помножить биодоступность на содержание действующего вещества в крови. И мы увидим, насколько будет большая разница. А согласитесь, как раз содержание в крови и будет оказывать влияние для того, чтобы подзарядились наши суставы как батарейка. И кроме этого, на восстановление этих суставов. Ну и третье, самое важное различие, это то, как производится глюкозамин сульфат и глюкозамин гидрохлорид. Последний производится как раз из шелухи кукурузы путем ферментирования грибками, в результате чего выделяется то самое действующее вещество, которое дальше мы уже используем для восстановления. А вот глюкозамин сульфат получается из ракообразных, то есть, по сути, это животный белок. Поэтому вот растительный глюкозамин, он одобрен обществом веганов и имеет ряд преимуществ перед глюкозамином сульфатом. Видимо, в производстве именно из отходов ракообразных используются дополнительные антибиотики, химикаты, которые делают этот продукт недостаточно чистым, требующим очистки. И как минимум, способность у такого продукта вызывать аллергии у его использователей. Ну и глюкозамин сульфат требует стабилизации. Так вот, наличие стабилизаторов это четвертое существенное различие. Если человек, который использует глюкозамин для восстановления своих суставов, он будет использовать суточную дозу этого препарата 1500 мг. При этом 400 мг из этого состава это будет как раз поваренная соль. Потому что для стабилизации используется либо хлорид калия, либо хлорид натрия. Это поваренная соль. И если мы представим, что помимо этого человек еще использует в пище соль, может быть, даже в напитках, то что в итоге, к чему это приводит? То, что он будет удерживать жидкость у себя в организме и повышать артериальное давление. То есть, это тоже существенный минус. Ну и единственный плюс у глюкозаминного сульфата это его низкая стоимость. То есть, он на порядок ниже, чем глюкозамин, гидрохлорид. Но, я думаю, что когда касается вопросов здоровья, мы избирательны, особенно своего здоровья, да, и вопросов рекомендаций другим. Соответственно, мы будем обращать внимание, какой белок используется в глюкозамине, животные или растительные. Мы будем обращать внимание, используются ли там стабилизаторы или нет. Мы будем обращать внимание, какова биодоступность и содержание действующих веществ. Ведь это непосредственно окажет влияние на то, будем ли мы в результате принятия этого продукта здороветь или это попросту выброшенные деньги. Ну вот такой вот еще обзор я хотела сделать на такой замечательный состав, замечательное использование именно глюкозамина, гидрохлорида. Теперь и вы, и я знаем это отличие, и поэтому я всем желаю, кто принимает FlexiMax прекрасного самочувствия. Я очень старалась, поэтому прошу от вас знак внимания. Спасибо за просмотр и за лайк, если вы его мне поставили. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok